здравствуйте друзья сегодня расскажу вам про работу вот на таким этюдом яблоки и салфетка с натуры вот так выглядела натура что же приступим в этот раз я решила внести некоторые изменения по просьбам некоторых подписчиков и комментаторов слева будет коробка с красками не знаю естественно я не буду ком комментировать каждый мой замес но посмотреть на скорости на коробку вас возможность появится начинаю я работу как обычно с карандашного наброска всей композиции проверяю пропорции всех элементов композиции рисую все но без подробности также потом все уточняю проверяя и собственно говоря как обычно да такой карандашный рисунок я почти не правлю ластиком просто сверху потом наношу тонкие линии механическим карандашом окончательные линии границ такой подход можно назвать так вот рисование картона и кальки то есть такая классическая история в истории мирового изобразительного искусства то есть сначала условно грязный подробный рисунок потом уже калькирование то есть нанесение окончательных границ перед работой красками вот линейный рисунок подошел концу я вычистила лишний графит клячкой и в этот раз я начинаю работу с падающих теней фон у меня белый и и собственно тени и является той частью фона то есть очень видимой до частью пространство с которой я начинаю его подгонять к будущим предметам то есть фоновые заливки здесь особенно не нужны хотя я добавлю немножко тона но вот падающие тени они дают сразу и ощущение пространства и некую так сказать привязку к плоскости на которые расположены предметы все падающие тени конечно я сразу трактую с цветными рефлексами и обязательно в тональном и колористическом развитии то есть тень это не предмет как мы знаем она падающая тень она находится так же как любое природное явление тональным колористическом развитии то есть на подвижно и соответственно имеет разные тонны цвет в зависимости от того где она расположена ну вот та самая папа пропись небольшая белого фона слегка и таким кобальтовым оттенком я его трогал буквально чтобы чуть-чуть белизной бумаги как сказать успокоить на особенно на дальнем плане ну и тени уже соответственно вписывая в этот фон окончательно мы видим что тени обладают рефлексами от самих предметов вот собственно говоря вот про предметы и рассказ сначала я пишу такую четвертинку желтого яблока собственно только потому я его делаю до конца что я боялась что яблоко концу этюда сильно потемнеет и на фотографии будет большая разница но я его сбрызнула предварительно лимоном и в общем как ни странно она практически не изменилась в цвете до самого конца работы долька лежит рядом с другим желтым яблоком поэтому теневая сторона его левая часть она в очень сильным рефлексе от этого желтого яблока который сейчас мы оно не написано но а в рефлекс от него естественно я не могу проигнорировать и собственно самое здесь даже не знаю сложное или интересное как правильно сказать это написать всевозможные мелкие детали вот в районе где живут косточки то есть там требуются очень такие тонкие прицельные движения кистью вот на палитре вы видите это всевозможные от теплые сложные проще всевозможные оттенки желтого ну а для косточек и для других темных элементов естественно я использую краски более темные чем желтые это будут синие темные зеленые и темные красные цвета которых я смешиваю сложные коричневые оттенки как наверное вы знаете я не использую краски земляных цветов для написания натюрмортов поэтому вы видите на то что вы видите вот на палитре как бы коричневатые оттенки это усложненные желтые усложненные оранжевые то есть простые цвета просто ну по принципам достаточно простым известным мне и моим ученикам я цвета усложняю в палитре для того чтобы именно написать вот разницу между освещенными простыми цветами на свету и более сложными в тенях приступая к следующему объекту видите я мою палитру наверное это тоже стоит об этом отдельно пока он намекнуть показать да что палитра моется не по мере загрязнения а по мере того как нужен другой другой колористический строй данном случае эта салфетка она такая розово-персиковая у нее достаточно такие насыщенные почти оранжевые красно-оранжевые тени те которые просвечивают те которые не просвечивают темные темно такие оливково-зеленые здесь я также использую только краски спектральных цветов вот и тут тоже много всяких мелких таких деталей на на складках этой салфетки на каких-то стыках поэтому здесь тоже требуется достаточно тонкая работа острым кончиком кисти чередование этих теней собственно говоря я я и показываю также как я уже говорила и всегда на это обращаю внимание я использую краски только спектральных цветов здесь вход идут разные оранжевые красно-оранжевые с примесями зеленых вот и собственно мне остается только пронаблюдать а за движением цветного тона салфетки в тени то есть тень от яблока получается я сейчас пишу она и есть сал есть салфетка это ее собственно говоря тени само яблоко будет сделано на следующем этапе естественно тут важно и на свету небольшие складки показать ну понятное дело что на свету они наименее контрастно ну и соответственно тень от самой салфетки тоже важная часть в этой пространственной истории для того чтобы освещенные части салфетки достаточно хорошо выделялись чтобы они то есть они очень светлые но имеют цвет и фон белый но он глубже поэтому получается что белый фон на дальнем на заднем плане чуть плотнее помимо того что он холоднее но еще чуть чуть плотнее темнее чем освещенные части этой бледно-бледно такой персиковой салфеточки ну и в процессе конечно требуется усиление теней для того чтобы показать как можно больше градации то есть чем выше контраст тем больше градации акварели потемнение набирают может набираться постепенно у нас нет обратного хода не можем от светлого идти так так от темного к светлому поэтому набор тона у меня такой вот постепенно на следующая яблоко на такой двухцветная по сути полосатенькая такое то есть там желтая основа на ней красной полосочки собственно я это показываю в своем курсе живопись там есть такое задание двухцветное яблоко и в общем-то я следую этой же логике логике которая объясняется в уроке то есть то есть абсолютно той же последовательности как записываю в своих уроках также в общем и своей практике этим же этими же принципами и руководствуясь яблоко такое интересное живое на нем помимо вот этих вот характерных как бы полосок да еще много всяких особенностей то есть какие-то пятнышки черевоточинки вот рельеф довольно таки выразительный поэтому работа над ним она в общем была интересная но заняла такую достаточно не очень продолжительный но какое-то время то есть работа буквально по мелким мелким шажочками каждый каждый пространственный план каждый поворот это отдельный мазок это отдельный набор также я наблюдаю как понятное дело яблоко влияет на среду и среда влияет на него яблоко блестящее поэтому у него в теневой зоне мы наблюдаем довольно ярко выраженный рефлексорный свет он не очень такой контрастный не очень светлый но не так как допустим на темном яблоке разговоры которым впереди но тем не менее такие там контрасты теневой зоне я наблюдаю и стараюсь их показать но и вот тут соответственно работа еще и над вот этими вот на переднем плане всякими несовершенствами скажем так на этом яблоке кстати именно поэтому я его и выбрала среди прочих в магазине мне понравилось что оно блестящее почти идеальное но на нем есть вот эти пятнышки ранки точки то за что за цепляется глаз и в процессе рисования это тоже в общем такая зацепка не не скучная на палитре также по-прежнему цвета только спектральных красок смешанные между собой где-то идут вход красные где-то вход идут фиолетовые синие и зеленые то есть практически всей радуги находится место в написании вот этого такого симпатичного яблочка тени на яблоке конечно же намного контрастнее и темнее чем на салфетке то есть и яблоко освещено как и весь натюрморт боковым таким направленным светом вот но намного темнее чем салфетка соответственно и тени на нем тоже темнее вот хочется сказать тут что часто рисующие акварелью боятся перетемнить говорят о том что вот я боюсь перетемнить в акварели действительно нужно бояться перетемнить света тени как правило очень часто я наблюдаю что они не доби как педагог я наблюдаю что они не добираются с яблоком с первым закончена и я перехожу самому главному самому крупному блестящему яблоку такому даже не красному а скорее черно-красным то из категории черных тонов тем не менее начинаю я со светлых позиций то есть закладываю сначала тон предположительно самого светлого рефлекса безусловно он будет темнее но так проще как-то сориентироваться надо всегда помнить что действительно в акварели любой недобор лучше любого перебора поэтому я как бы подстраховываюсь сначала распределяю где будет рефлекс а где будет собственно основной цвет такая разведка боем такой рисунок цветом вот этих самых границ рефлексорных но когда этот слой высох не без помощи фена кстати для ускорения процесса я перехожу к обычной практике прописи и сначала прописывая передний план уже по просохшей бумаге но ответьте моя обычная такая техника цветной мозаики я как бы собираю поверхность из разных оттенков красного цвета и вот многие те кто не видит процесс не не догадываются о том что на самом деле как я обучаю вот живописи да таким вот набором цветных мазков также это делаю сама но когда работа готова кажется что там просто такие гладкие переходы что это там чуть ли не одним движением все это сделано конечно же нет поверхность предмета иметь множество пространственных планов и просто невозможно этим разные пространственные планы сделать одним движением руки отсюда такой подход вот причем я понимаю что яблоко очень темно и и сразу в полную силу если я возьму этот тон можно и потерять какие-то полутоновые переходы поэтому я сначала его как бы так вот в черни видите про прокладываю все но не до конца тонально то есть сейчас но по тону равно правому яблоку хотя я понимаю что она намного темнее но чтобы не пользоваться феном и лишний раз и сэкономить время я пока сохнет этот слой делаю пропись первого слоя желтого яблока как бы отступают обычного плана вы заметили я до этого делаю от куска до конца каждый предмет обычно я делаю прокладки такие цветные заранее потом уже их прописываю ну кто смотрит мои ролики видит что я делаю работу по-разному показываю что в принципе тактика ведения работы может быть разной зависит от много чего зависит данном случае вот мне так захотелось ввести по предметно и вот уже собственно достаточно такие уже контрастные темные акценты появляются рефлексы рядом с ним кажутся очень даже светлыми но обратите внимание на то как и на самом деле эти рефлексы если сравнить их по тону например со светом на яблоке да то есть это довольно темные серые тона очень часто рисующие реагируют на контраст чего-то с очень темным и считают этот тон светлым но он светлее конечно бок на яблоке вообще из категории черных тонов вот но тем не менее эти рефлексы они все-таки конечно далеки от понятия светлые довольно темные серые тона и вот в процессе я все темняю темняю их повышать им сам контраст вот этого глянцевого бордового такого черно-красного не знаю как назвать этот цвет словами яблоко блестящего вот и еще и еще будет такая вот работа над смягчением переходов для того чтобы предмет казался максимально реалистичным все переходы из тона в тон из плана в план мелкими мазками какими-то такими едва за различимыми глазу деталями я осуществляю ну и вот наконец мы переходим уже я перехожу к последнему предмету опять вы видите я использую краски в общем-то замесы те которые являются средним тоном предмета на свету ну яблоко желтое но естественно желтый цвет меняется как в сторону зеленоватых так и в сторону оранжевых оттенков то есть освещенная поверхность желтого яблока она достаточно плотная то есть она плотнее чем срез на яблоке или там салфетка хотя это очень светлый цвет желтый да это следующий после белого цвета спектр под рефлекс я заранее сначала закладываю погашенный желтый цвет то есть он по тону мало чем отличается от желтого но он его как бы сложнее дату погашенный цвет но естественно это промежуточный этап чтобы сверху утемнить тень а рефлексорный тон оставит где нужно и вообще чтобы поверхность теневая не смотрелась слишком тяжелый вот таким вот образом набирается теневая зона и самое главное здесь конечно не перетемнить не перетяжелить эту тень потому что предмет все-таки светлый но и тем не менее недостаточный контраст тоже нежелателен вот поэтому считается что работа со светлыми предметами желтыми она не считается так и есть гораздо более сложная более ответственная чем с темными предметами то есть писать светлый желтый предмет для меня всегда это немножечко вызов то есть с одной стороны какие-то вроде бы должны быть яркие контрасты с другой стороны очень не хочется чтобы теневая сторона казалось я это слово не люблю но тем не менее скажу грязный да чтобы это было именно тень а не какой-то за сандали на коричневое нечто вот но и тут вот уже идут какие-то доводки связанные с тоже с я специально тоже выбирала яблочко с таким вот каким-то дефектом на бачке этот дефект как бы слегка оживляет такая игра получается между этими темными пятнами и бликом такие небольшие несовершенства это я это называю подарок зрителям так место которое цепляет глаз вот ну и мне цепляясь за них легче вытянуть передний план то есть добиться некоторой стереоскопии в каждом предмете собственно уже такие завершающие мазки в ролик не попало написание маленьких косточек справа от дольки вот но тем не менее вот так выглядит готовый этюд надеюсь вам было интересно полезно ставьте лайки пишите комментарии всего доброго